Теорема Релея была доказана геометрическим способом. Вспоминаете? Мы брали прямую y равняется kx и смотрели перификально-горизонтально. Так вот, я прошу вас сейчас забыть это доказательство. Совсем забыть? Нет. Его надо забыть. Вот есть такая операция «забыть». Примерно. Не доказать такой факт. Если есть иррациональные числа, сумма обратных величин которых равна единице, причем положительная, то последовательность целая часть альфа, двух альфа, трех альфа и так далее. И, соответственно, то же самое, последовательность целых частей чисел b, 2b, 3b и так далее. Составляют натуральный ряд без пропусков и без пересечений. То есть каждое натуральное число либо есть в этой строчке, либо в этой, причем только в одной из этих двух строк. Представляю, запрещена сейчас диаметрическая картинка, требуется просто при помощи свойств функции целая часть. Не сочтите за труд, это полет получает не упражнение. А нет, я только одну сторону сделала, ну ладно. Попустим для начала, чтобы какое-то число встречается и в этой последовательности, и в этой последовательности. Так, во-первых, не может число встретиться в одной из этих двух последовательностей два раза, просто потому что альфа больше единицы и бета больше единицы. Поэтому разница между числами 2 альфа и 3 альфа, или 1000 альфа и 1000 альфа, она больше одного, и поэтому целые части разные. Понятно? Так вот, мы предположили, что эта последовательность пересеклась с этой. Отлично. Тогда, ну и после сравнения, тогда так альфа иррационально, верно, вот такое. Точнее, вот такое всегда верно, а... А для иррационального даже строго больше. Н натуральное число, К натуральное число, Л натуральное число. Ты скажешь сам? Да. Так, ну из этого, это равносильно тому, что больше чем 1 к, это правда. Меньше чем 1 к, это правда. Да. И теперь надо перейти к одной альфовой. 1 альфа меньше чем к 1 к, это н, больше чем к 1 к, это н плюс 1. Аналогично, 1 альфа меньше чем к 1 к. То же самое, только вместо к пишем л. Меньше чем л к, это н плюс 1. Да. А теперь сложим. Получим, что 1 меньше чем к плюс л к, это н, больше чем к плюс л к, это н плюс 1. Да. Ну там, не знаю, перевернем. Ну, короче, получится, что... Как-то не надо ничего переворачивать. Надо просто сказать, что левое неравенство означает, не поленитесь, напишите, к плюс л меньше чем n плюс 1. К плюс л меньше чем n плюс 1. Да. А правое неравенство означает, что к плюс л больше чем n. У нас получается замечательная ситуация. Целое число к плюс л заключено между целыми числами n и n плюс 1. Все понимают, что такого не бывает? Правда, Касин? Это, конечно, дольше, чем геометрическое доказательство. Более того, пока что мы доказали только часть факта. Мы доказали, что последовательности целых частей не пересекаются. Но, тем не менее, ну, что-то красивое в этом есть. Правда? Так, хорошо. Теперь давайте, Андрей, ровно таким же способом докажите, что нельзя, чтобы какое-то натуральное число n не встретилось бы ни здесь, ни здесь. Ну, хорошо. Просто объясните, что это означает по-человечески. n больше чем геометр, к, а, 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 а. Только предыдущие не разница. Смотрите, пожалуйста. Они вам мешают. Итак, число n какое-то неправильное. Мы умудрились перескочить и в одной последовательности, и в другой тоже. n больше чем... n больше чем... n, а, а, нормально, нормально. n бета. Здесь n плюс 1 бета. отлично. Да. Нет, а вот теперь дальше, извините, кто-нибудь любой, кроме вас. подражание предыдущему рассуждению, выйти и сделать, собственно, татью же неравенства, как писал Андрей, альфа или рациональное число. k, l, n, конечно, натуральные числа. Все, можно убрать. Мы не можем убрать пока что целую часть, да? Мы же не можем убрать. Ну, то есть, если мы уберем, то не остается. Нет, надо ее умно убирать. Да, умно. Как сказать, что целая часть больше, чем n? Возьмем просто... k плюс 1 целая часть альфа. Не то. Вещественная ось, где-то есть число n, число n минус 1, число n плюс 1, n плюс 2, да? И какие-то прыжки. И что, как бы, о чем задача? Что вот здесь вот было, ну, вот эта вот ваша штука k альфа. Целая часть была меньше. А потом мы перепрыгнули куда-то, там, n плюс 1, или, понятно, куда-то перепрыгнули. Здесь у нас будет k плюс 1 умножить на альфа. Как бы это записать неравенство? Ничего. Больше, чем. Ничего. k плюс 1 альфа. Больше. Больше, конечно. Больше или... Альфа и рационали, поэтому строго больше. Больше чего? Чем n плюс 1, конечно. k плюс 1 умножить на альфа больше, чем n плюс 1. Совершенно верно. А вот теперь, пожалуйста, то же самое. Для бета? Нет. То есть для альфа до конца доделаем, а для бета там все равно логично. Ну, так тоже можно. Хорошо. Доделаем. Где мне писать? Где хотите, только крупно. Хорошо. Так. Альфа меньше, чем n разделить на k. Это правда. Но альфа больше... Слушайте, вам жалко писать нижнюю строчку? Альфа больше, чем n плюс 1 делить на k плюс 1. Дальше надо перейти к одной альфовой, пожалуйста. Хорошо. Больше, чем... Да. Альфа меньше, чем k плюс 1 делить на n плюс 1. Замечательно. Ну, теперь вот, я думаю, вам здесь вполне места хватит. На то, чтобы написать нам логичную штуку для бета... Можно сразу. Конечно. Чем отличается? Просто надо вместо k написать a. Правильно? А вместо альфа не написать b. Еще наверно. Одна бета-в больше, чем l делить на n. Так. И что дальше делать? Сделать равенную равенство. Не надо равенную равенство. Надо складывать. Лучше складывать? Да. Ну, у нас ради чего написано? Одна альфа-в плюс одна бета-в равно единице. Вот здесь складывать. Да, давайте. Получается, что одна бета-в плюс одна альфа-в больше. Да. l плюс k делить на н. Больше, чем l плюс k делить на n. А меньше чего? И... Меньше. Хорошо. k плюс 1... k плюс 1 плюс 2. Совершенно верно. k плюс l плюс 2. 9t плюс 1. Да. Ну вот, одна альфа-в плюс одна бета-в это единица. И что же это значит реально? Это значит, что k плюс n плюс 1 у нас больше n плюс 1? k плюс n плюс 1 больше n. Больше n. Совершенно вот это. Возьмите... То, что у вас два, это просто абсолютно путаем. Вы берёшь это нерази, пишем человечество отдельно. k плюс n плюс 2 больше, чем n плюс 1. Неужели трудно написать? Ваши попытки сэкономить секунды приводят к годам бессмысленной работы. Понимаете? В пользу их экономии секунды бывает очень много. А, n у нас больше n плюс k. Да. И в чём противоречие? n плюс k больше, чем n минус 1, и меньше, чем... Совершенно верно. l плюс k больше, чем n минус 1. Правильно? Число l плюс k зажато между числом n и числом n минус 1. А не бывает, чтобы на отрезке между целыми числами, между соседями, n и n минус 1, располагалось бы целое число.